Субтитры делал DimaTorzok и всем привет с вами я Александр Сучков и в данном видеоролике я вам расскажу о басе больше не о чем рассказывать ну в общем на моей столе ничего нету значит это не эксперимент а реальный видеоролик в котором я просто буду рассказывать как появился канал LUBAS как я вообще появился ВКонтакте вообще с чем все началось в общем если сейчас все записывается то это конечно прикольно все круто и нормально в общем сейчас я все вам объясню и наверное это все дело будет на час или на два я не знаю или на три можно ну как получится в общем и так в общем всем привет с вами я и я сегодня вам это все расскажу всем привет и мы начинаем и так вообще как началось мое начало вообще в видео мой канал появился в 2015 году летом это был где-то август я не помню какое число 10 августа где-то такое число я создал я создал свой канал где-то в 3 часа дня да на моем канале был только один подписчик то есть я сам подписался на себя да дальше что было дальше вообще вообще на моем канале больше ничего не происходило там было мало видео так так я снимал про counter strike только про 1.6 counter strike было всего 3 видео которые я сделал больше ничего на моем канале не было и вообще просто не было и все и на этом все закончилось но потом я встретил реально крутых ребят моих друзей с которыми я сейчас работаю в данный момент и снимаю такие видеоролики какие вы сейчас видите без моих друзей я бы ну просто так и остался на counter strike ну в общем как то да в общем что они сделали мои друзья это конечно же мой друг человек которого я его не буду называть его имя Velasticus какой то и VINIX это мой второй друг с ними у них есть свой канал я об этом уже говорил все есть в описании почему это видео вообще без монтажа потому что ну я ребят не ютубер я не блогер я не супер крутой так как я все делаю сам то есть я монтирую сам все делаю сам но зачем мне тогда вообще нужны те ребята которые занимаются каналом они раскручивают мой канал ну вас группу мою ВКонтакте и немного меня то есть мою страницу ВКонтакте в общем все но вообще я появился вообще в интернете вообще в 2009 году моя страница первая ВКонтакте появилась в 2009 году и так она произвела с 2009 года моя страница работает существует и мой иди ВКонтакте 53 55 64 63 добавляйте себе так как это начало такого видеоролика я вам сам заговорю в общем что вообще дальше было в 2012 году вышла игра копатели онлайн ну вы наверное знаете кто в нее играл в общем если вы даже сейчас играете это круто я там не буду вас говорить о вы школьник там играете в майнкрафт а в компании онлайн нет это нормально вообще я играл в разные игры уже ну давно я играл ну я долго конечно играл и в 2012 году я решил попробовать снять сериал это было мое первое видео на ютубе так как это был сериал сериал зомби я его так назвал там была история про алекса то есть главного героя меня на котором я озабочился то есть монтаж проводил один я ну я там еще не было моих друзей которые вы видите сейчас в общем в 2012 году это все началось началось вот в этом сериале всего четыре сезона кто дождал пятый сезон я не знаю так как реальное количество просмотров набрало мои сезоны этого сериала в 2013 году когда уже вышел первый сезон и только он набирал популярность он не был на ютубе там еще долго до ютуба вам рассказать он сначала вышел вконтакте целый сезон 10 серий в сезоне было в общем сначала ничего не было у меня даже не было таких вот друзей как вы сейчас видите там 3700 друзей у меня нет такого не было у меня у меня максимум было ну друзей 100 наверное я точно не помню в общем дальше я просто стал раскручиваться сам так как сериал реально стал крутым стали смотреть всякие ну школьники которые уже сейчас как мне лет наверное они мне стали помогать стали помогать мои одноклассники из моей школы который нравился мой сериал и они в общем стали актерами в нем тоже стали озвучивать что-то делать тоже со мной монтаж делать это где-то 2013 год и наконец то нет где-то так наверное да ведь в 2013 год я делал 4 сезона 4 сезон заканчивается тем в последней серии то что монстр как бы еще не убегает то есть алекс его не убил ну там конечно если вы смотрели весь сериал то вы наверно поймете а кто не смотрел ну советую посмотреть все таки как я работал до этого да у меня был еще свой канал первый мой канал создался в 2017 году но он как бы не так уж круто делался потому что ну там ну там там был всего несколько серий там был целый сезон сериал зомби ну там его почти никто не смотрел но самая популярная была в контакте на этот сериал потом еще там были сериалы которые не мои а вот моих друзей которые я знаю то есть нет не моих одноклассников а просто моих друзей которые тоже снимали сериалы в компании онлайн тоже были интересные сериалы которые вы можете посмотреть на ютубе можно даже найти в контакте где в общем хотите дальше еще были ну я даже не помню ну в общем дальше я даже не помню что я дальше делал в общем когда закончился четвертый сезон мы с моими друзьями решили подумать а что делать дальше ну нельзя так заканчивать на четвертом сезоне и все и заканчивать то есть все конечно ждали давно этого четвертого сезона так как он вышел летом в июне так как третий сезон закончился зимой где-то был январь какого-то числа и только через раз два три четыре пять шесть шесть месяцев спустя выходит четвертый сезон довольно таки долго его ждали но ребята реально его оценили он реально четвертый сезон стал самым популярным возможно вы о нем слышали о сериале зомби ну если вы не слышали то ну я вас не заставляю все таки посмотреть потому что вот я недавно пересматривал полнейшая тупость то что я тогда делал вся моя работа прошлая ну полностью тупость может даже через лет пять наверное я посмотрю то что я его сейчас записываю мне тоже наверное покажет что это тупость но я не знаю дальше моя работа заключалась в том что же придумать дальше мы собрались все компании которые мы снимали все это и решили придумывать дальше что же нам делать дальше какой сериал делать и продолжать ли этот сериал зомби мы создали несколько сериалов даже какие то фильмы был еще такой сериал был за имя Бена там всего несколько серий целый сезон только вышел один сезон на этом все закончилось там было про Бена то есть из сериала зомби там есть такой герой Бен из него тоже сделался сериал только про Бена в общем вот так вот ну вот и все там еще были фильмы там например фильм танец там я не я сейчас не вспомню все что я делал что я готовил и что я не сделал не успел сделать но на этом закончилось на ютубе так и не появлялся больше целый год 2014 я просто не появлялся на ютубе ну просто не хотел в нем появляться потому что ну это тупо было видео у меня не было и придумывать ничего нет ну просто не хотелось играл я в игры и ну все на этом все наверное в общем дальше я встретил нового друга сейчас конечно он со мной не работает но он мне подал мысль а что если я создам с собой канал на ютубе новый и там буду выкладывать крутые видео там про counter strike там то есть быть таким ну знаменитым потому что тогда в то время в 2015 году был популярен counter strike global offending я решил почему бы и нет почему бы не снять что-то такое тоже крутое почему бы мне не вернуться на свой ну не на свой канал почему бы мне не вернуться на на разработку видеороликов тогда когда я озвучил там что-то делал это реально было крутое но поэтому я решил повторить и создал в 2015 году мой канал и называл его нубас вообще откуда вообще это название нубас появилось я играл как-то в майнкрафт и там надо было зарегистрироваться на сервере я попробовал все мои комбинации ников которые я использую во всех играх и там они не пошли потому что там уже такие игроки были ну там типа хардплеера там аликса кстати мой первый ник до нубаса был интер аликс можешь услышать хотя не знаю там тоже моя первая карта была популярна там она офигеть какая была офигенная но после обновления всех текстурок мне уже эта игра как бы надоела в общем как появился нубас я просто подумал я ведь не профессионал ни в чем и как бы не играю в майнкрафт так себе и строить дамаг круто и там фигуры не умею я решил что бы мне придумать и придумал нубас ну это было конечно не пятнадцатый год еще был еще тринадцатый год когда я только придумал нубас чит вот как раз оттуда и пошло нубас я придумал и сразу сделал ну почему бы не сделать читы для игр вот вы подумайте я сейчас вы представьте меня три года назад просто ну я решил почему вот почему все делают читы для игр почему почему бы и мне не попробовать сделать свои читы собственные бесплатные чтобы я ими пользовался и все мог в играх без донатов без ничего я решил сделать самый простой чит это был конструктор программ я решил сделать свой чит я сделал свой первый чит назывался он нубас чит версия 1.0 на копателе онлайн он вышел где-то за неделю я его разрабатывал там был конструктор очень простой но версия ну не пошла не понравилась она другим людям так как я играл и уже со своим ником нубас заходил на сервера в копателе онлайн почему не в майнкрафт я в майнкрафте уже был нубасом но почему же там я не начал быть знаменитым почему знаменитым я только в копате онлайн как раз я и началась с нубас чита так как именно в нубас чите все и дел потому что ну я так и захотел просто в общем вот вы наверное зайдете и спросите а кто такой нубас вам ответит ну бас это то чите там который просто вещи раздает по другому это объяснить ну никак нельзя в общем что я дальше сделал просто я создал программу и зашел в копателе онлайн я там что то сделал там раздавал вещи все думали офигеть откуда у него читы хотя читов ну бесплатных тогда не было тогда даже этого не было мега чита не было да вроде такое название было такой еще ну зеленый человечек такой такой просто маска какого то тогда это это уже после пошло вот именно мой чит был самый такой популярный да все хотели его но я его как бы не продавал особо и там мне встретился память с которого все и началось вот это все как бы нубас фейков что фейки стали нубасом появляться сразу после этого в общем встретился именно человек в копателе онлайн и я решил ну почему бы не дать ему чит потому что он со мной играл строил мне дома а я решил на моей карте ну почему бы не дать ему чит чтобы мы были одноравных и почему бы нам не сыграть с одним что вместе ну что из этого получится ну как то так но я и не думал то что в чите я тогда поставил ник нубас то есть когда вы скачиваете этот чит у вас ставится ник нубас и когда он зашел с ником нубас это было офигеть у нас был одинаковый ник нубас тогда этого в копателе просто не было и тогда вот появились читы смены ника там всякие другие вы мне не поверите но я реально первый нубас это не фейк видео и это правда ну правда вот я вам говорю и вот тогда он создался вот нубас вот фейк потом он сказал я расскажу друзьям от моего читета типа спасибо я там тебе буду помогать строить он у меня строил целый город кто не видел на первой карте ну потом как то я с ним не стал общаться и в общем ну не стал с ним общаться ну в общем после этого вот появились другие читы я потом узнал то что мы вот этот мой друг который сменил ник на нубас он потом взял другим людям раздал чит по скайпу там или почему не знаю подробностей в общем он раздал читы и в итоге все стали иметь ники нубас кто хотел читы и пользоваться читами потом все стали просить у меня чит и я решил почему бы создать еще пару версий но после того как я создал версии 2.0 я увидел что первые все версии моего чита были забанены а вторая была залаганная что же я для этого сделал залез телефончик нет это тупая шутка да что же я для этого сделал я просто взял и просто создал свой сайт нубас чит вот такой был мой первый сайт я создал тоже на конструкторе рекламируйте конструктор не буду в общем создал свой сайт он был бесплатный и в общем встал туда выкладывали все версии чит то есть они не стали баняться на файлообменниках и в общем все стало нормально то есть у меня был свой сайт файлообменник свои читы и это было круто так как все стали нубасами и стали все всем раздавать вещи и говорили что они первые нубасы ну в общем очень даже круто это выходило в общем вот так вот началось все это ну а потом после капателя онлайн я создал читы на вектор на майнкрафт на другие игры даже когда-то нашло даже вот как раз это был какой 2014 год это я вернулся на свой сайт и тогда я уже там создал пару читов на gta 5 когда она только вышла на playstation да я создавал игры на игры браузерные телефонные игры смартфонные то есть на android на ios создавал читы на игры то есть я реально взломанные игры сам делал то есть забывал и все это складывал на сайт но как-то закончилась память у меня на сайте вот как ну ребят ну бесплатный сайт что такого и тут я решил сделать второй сайт уже платный назывался ну баз чит 2 то есть вторая в общем вторая вот эта вся штука и все после этого я туда еще залил не залил а загрузил в общем пару читов еще туда потом это все забросил и в пятнадцатом году в начале пятнадцатого года я узнал то что вторую второй мой сайт заблокировали а первый оставили ну я не знаю как это назвать ну ну я не знаю бесплатный читы точнее бесплатный сайт остался а оплатный сайт удалился вот это было странно поэтому я решил все это бросить нафига мне эти читы всякие и я решил создать свой канал на ютубе как раз тогда уже появился мой друг который вот это все делал он создал в общем мне канал точнее я создал сам канал стал снимать видео про CS 1.6 тогда я еще даже не играл ни в CS Source ни в CS GO я ни разу не играл в эти игры кроме CS 1.6 и вдруг я решил попробовать снять видео но все что я умел это чуть-чуть играть в CS 1.6 я не такой был профессионал как сейчас это реально было сложно учиться играть я играл на разных серверах я играл с ботами с ботами the бот ну как вы наверно на фигню знаете я играл тренировался пытался что-то сделать как-то научиться играть и в итоге я научился играть ребят вот после трех видеороликов когда я снял их они реально были круто смонтированы они там показывали реальные мои киллы и вот тогда стали ко мне приходить подписчики и подписываться на мой канал смотря мои видео вот даже сейчас зайти на мой канал даже там вот дизайн три раза уже изменялся даже сейчас уже своего я героя нарисовал вот там есть такое самое популярное видео это самое первое видео когда я снял это реально круто было там я реально старался что-то смонтировать и вот наконец-то мы переходим к нашему итогу наверное вот после вот этих вот видосиков я решил почему бы мне не вернуться в сериалы и конечно же я придумал а почему бы не снять сериал в GTA 5 ведь в копателе онлайн можно в Майнкрафте можно а почему бы в GTA 5 нельзя тогда она сняла в GTA 5 1999 рублей и я решил почему бы нет почему бы это не сделать сменил скину и начал съемку ну я там монтировал и все это получилось в 4 сезона пятый сезон конечно же будет ну будет позже может быть то есть я готова сейчас только ну ребят у меня на очереди сейчас дофигища видео стоит я не могу это все сделать один я реально говорю я монтирую все один и наконец-то после всего этого после всех сериалов которые выпустил я дофигища фигней всяких выпускал и мне тут запрещают снимать длительные видео я еще тогда не был партнером на ютубе и в общем я забросил опять ютуб ну где-то через месяц я вернулся опять на ютуб и тогда вот я снимал уже про Counter-Strike Global Offensive а потом перешел на PS Source CS Source да а потом опять вернулся в CS GO в общем потом пришел 2016 год и вот как вы меня сейчас видите так я и снимаю видео ролики как-то вот так в общем на этом наверное надо заканчивать что вообще готовится на моем канале сейчас проходит опрос создавать ли новый канал на ютубе от Lombasa там будет резервный просто канал мой что если забанили кстати ребят кто не знает у меня сейчас две жалобы уже есть на аккаунте на моем канале так что если забанят то я не знаю потому что у нас сейчас ведут технические работы и если будет еще одна жалоба просто канал забанят ребят это офигеть как офигеть просто офигеть что я вообще нового готовлю вот вы можете сейчас свернуть видосик перейти по ссылке опроса именно сейчас прямо сейчас вы можете проголосовать за нужный вариант ответа хотите ли вы новый канал или нет там реально будут крутые видосики они будут отличаться от того канала от этого первого они реально будут отличаться потому что там реально будет что-то прикольное может даже эксперименты в общем все это мы решаем в группе ВКонтакте Нубаса там пишите комментарии под видео что вы хотите увидеть на втором канале и хотите ли вы вообще увидеть второй канал ну я не знаю в данный момент на моем канале сейчас подписано пятьсот двенадцать тысяч человек пятьсот двенадцать тысяч пятьсот двенадцать тысяч человек понятно я хочу чтоб хотя бы до миллиона дошло хотя бы я не мечтаю от десяти миллионов я там о миллиардах людей не мечтаю ну хотя бы до миллиона ребят ну чуть-чуть да мой канал закрывался я его закрывал подписалось там несколько тысяч но ребят ну видосы я один делаю никто мне не помогает как другим ютуберам друзья их не помогают делаешь и я у меня есть два друга которые просто ну просто раскручивают мой канал все а так я монтирую себя сам все делаю сам в общем новое готовлю что новые видосики прохождение Battlefield 1 вот и все и и что-то еще придумаю ладно Tomb Raider все о Tomb Raider скажу я с Кэмфрук Дарков поиграем там обновление онлайн есть в общем до фикища всего нового что будет на моем канале Hello Neighbor обновление там будет там будет Шервуд я буду играть в него да и я не знаю может какая-то озвучка будет может какой-то новый плейлист даже будет может быть поиграю может быть даже в GTA 5 я этого точно не знаю сейчас ничего точно говорить не буду в общем на этом видео у нас заканчивается всем спасибо за просмотр с вами был я Александр Сачков ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии под видео и всем пока